Здравствуйте! В эфире новости на Первом Независимом студии Лилия Орлова, спонсор выпуска ресторан быстрого обслуживания Мастер Бургер и коротко о главном. Сам по себе депутаты законодательного собрания отклонили специальный налоговый режим для самозанятых забайкальцев. Повсеместный фейс-контроль или охота на тех, кто решил показать лицо? Запрет на посещение магазинов без масок продолжает действовать. В очередной раз наследил избирательный подход в работе регионального оператора «Алерон Плюс». Это были главные темы, теперь разберемся подробнее. Решение законодательного собрания Забайкальского края отклонить закона о введении налога на профессиональный доход для самозанятых граждан вызвал общественный резонанс. Большинство депутатов проголосовали против нововведения. Однако бизнес-сообщества, сами предприниматели и просто граждане, которые хотели бы получить этот статус, не разделяют данного решения. Все подробности у моих коллег. После оглашения решения многие забайкальцы завалили интернет гневными постами о том, что не разобравшись в тонкостях до конца, большинство депутатов отклонили законопроект в первом чтении, аргументируя свой выбор заботой о населении. Но такие скоропалительные выводы не убедили многих представителей бизнеса и граждан. Забайкальская торгово-промышленная палата, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, различные бизнес-сообщества не понимают и не разделяют такого результата. «Я совершенно не понимаю позицию депутатов, которые проголосовали против. Мне кажется, что она требует пересмотра и более глубокого анализа той ситуации, которая сложилась вокруг этого закона. Потому что мы регион не первый, кому предложено принять этот закон у себя на территории. Сейчас таких регионов 23. Когда-то их было 4. И та положительная практика, которая была наработана в этих четырех регионах и послужила основанием для того, чтобы в Российской Федерации распространили этот режим еще на 23 региона». Здесь мнение людей разделилось на два лагеря. Есть и те, кто поддерживает такой исход события. Хотя долгая работа над законопроектом вселяла надежду на послабление для малого и среднего предпринимательства. Плюс ко всему, это было бы отличной возможностью для выхода из тени нелегальному бизнесу. «Мы это восприняли как очень позитивный шаг навстречу бизнеса, хорошая новость. И, честно говоря, даже не было каких-то опасений или сомнений или дискуссий по поводу того, а нужен ли нам на территории региона этот закон. И поэтому вчерашнее решение было абсолютно неожиданным». Слухи о законе на налог для самозанятых в уме и на языках крутился уже давно. Только вот к голосованию решению подошли уж как-то слишком быстро и необдуманно. Где все общественные слушания, заседания с представителями бизнес-сообщества и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. По мнению многих, результат решения можно было бы повернуть в другую сторону и проголосовать за, а не против. «К сожалению, не было такой возможности, потому что те доводы, которые были вчера озвучены, они были озвучены впервые. И сразу это привело к тому, что закон был отклонён». Некоторые считают это очередным ударом по бизнесу. Если в столице Забайкальского края большинство предпринимателей местная власть хоть как-то слышит, то вот в районах ситуация накаляется с каждым днём. Уже ни для кого не секрет, что с момента режима самоизоляции многие предприниматели прекратили официальную деятельность и перешли в тень. А возможности выйти из неё теперь просто-напросто нет. Яркий тому пример – Балейский район. И это только один из сотни случаев, когда бизнес погибает на глазах правительства. В Балейском районе сфера услуг микробизнес ушёл в тень. То есть многие предприниматели снялись с регистрационного учёта качества индивидуальных предпринимателей. Конечно, законы самозанятых открывал для них определённый путь, чтобы как раз легализоваться и по льготным условиям как раз платить эти налоги. То есть для микробизнеса это реально выход из тени. И сфера услуг, конечно, у нас в районе сейчас от этого пострадала. Я считаю, что те депутаты, которые голосовали против, не ознакомили ситуацию должным образом. Принятие закона о самозанятых позволило бы выйти из тени малому бизнесу. А учитывая сегодняшнее положение, помогло бы и тем, кто не в состоянии удержаться на плаву ККП, перейти немного в иной статус, но сохранить официальное звание предприниматель. Ведь платить налог в 4% проще, чем в 6% и при этом уплачивать ежегодный взнос в размере 40 тысяч рублей. Принятие данного законопроекта в нашем регионе, оно было бы крайне полезно для всех его жителей. В чём польза? Польза в том, что любое физическое лицо, занимающееся, казалось бы, предпринимательской деятельностью, но не зарегистрированное, оно могло бы стать самозанятым и абсолютно официально в правовом поле, ничего не боясь, осуществлять свою деятельность. Когда будет очередное рассмотрение законопроекта, пока неизвестно. Смогут ли договориться между собой законотворцы и пригласят ли в следующий раз заинтересованных в этом законе представителей бизнеса аппарата уполномоченного, остаётся только гадать. Гадать и надеяться на разумное и правильное решение от правителей нашего региона. Виктор Соловьёв, Дмитрий Пенегин, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. 13 мая пронёсшийся над щитой ураган оставил после себя сорванные крыши, смятые машины и упавшие рекламные конструкции. Прошло три недели. Как устраняют последствия стихии, узнаете из нашего сюжета. Летающие гаражи, замывающий воздух крыши, вырванные с корнем деревья, нарушенные линии электропередач, упавшие рекламные конструкции. Ураган в Чите нанёс много бед. Даже детей сильный ветер носил словно перекати поле. Пострадало около ста крыш. До летних дождей полностью восстановить все кровли из жилых домов не представлялось возможным. Можно было только минимизировать затопление верхних этажей. Один из наиболее пострадавших районов – улица Усуглинская. Сделаны временные стропилы, как видите, что здесь не было ничего. И положили полок, то есть его укрыли. Но это, конечно, сто процентов это не приносит результата, потому что в любом случае, как вы сами видите, протечки происходят, они происходят. Дерево намокает, через дерево бежит, то есть через гвозди, соответственно, также промокают. Но мы пытаемся, как бы, всё равно в любом случае минимизировать ущерб граждан, для того, чтобы их не топило. То есть всю воду, которая пропускает, все эти гвозди, мы пытаемся ловить. То есть укрыли шлак, для того, чтобы он не промокал. Тоже всё контролируем каждые полтора часа во время дождя. Где-то, конечно, видите, что ведра стоят. Но это для того, чтобы всё контроль, для того, чтобы собрать всю воду по максимуму, которая всё-таки протекает. На крышах у Сугинской 8, 12 и 21 нужен капитальный ремонт. Полумерами не обойтись. Это почти 9 миллионов рублей. 21 и 8 дом, крыши непригодны. То есть их надо капиталить. То есть капитальный ремонт стоит... В итоге оценили 8 дом, получается, 4,5 миллиона. 21 дом, где мы сейчас находимся, оценили в 3,5 миллиона. То есть здесь даже разобралась кладка, то есть надо восстанавливать ещё и кладку. Но пока денег не дают никаких? Денег не дают. То есть все разводят руками, обещают чего-то где-то помочь, но пока тишина. Но в итоге полиэтилен и ёдра. Да, на сегодняшний день только вот пока так. То есть наше большое переживание – это заход в зиму. Потому что сейчас лето пройдёт, быстро-быстро оно пройдёт, а зимой будет караул. На данный момент в Министерстве финансов отправлены все документы на получение средств для восстановления крыш. Сумма 36 миллионов 700 тысяч рублей. В администрации города уверяют – это острый вопрос, не допускающий промедления. Находятся на особом контроле. Со дня на день ждут ответ Минфина. О том, что крыши сорвало из-за недочётов при строительстве, директор управляющей компании тактично отвечает. Ранее проблем не было. Крыши покрыты не кровлей, а профлистом, из которого делают заборы. Как профлист оказался в роли кровли – вопрос, который надо было задавать при строительстве и приёме домов. Ведь крыши сорвало там, где застройщик запустил подрядную организацию. Вроде можно выйти в суд, инициировать экспертизу. Но управляющей компанией тяжбы, которые могут затянуться на годы, не нужны. Надо сейчас и быстро ремонтировать кровлю. Ещё одна крыша, которую сорвало разом – улица Красноармейская. Тут владелец скорее поступит именно так – выйдет в суд со строительной компанией. Только вот владелец – депутат городской думы. И уже успел поступить по-депутатски. Наобещал и не выполнил. Машину раздавило в лепёшку. По счастливой случайности пара молодых людей была в магазине. Депутат Эдуард Русин в личной беседе с пострадавшими обещал всё уладить. Дал контакты помощника. Тот и уладил. И вот буквально на днях мы опять позвонили. Трубку никто не брал уже. То есть ближе к вечеру моя девушка позвонила с другого номера, чтобы узнать, как дела обстоят. Ответил помощник, что на вопрос «что вы решили?» – ничего. И положили трубку. Просто вот так – ничего и положили? Да, да. Мы опять перезваниваем, думаем, может быть, связь плохая прервалась. Спрашиваем, ну, ещё тот же вопрос задаём, мол, связь прервалась у нас. Нам сказали, что это не связь. Мы всё решили. То есть ничего, вот так вот. То есть и трубку бросили. А, ну вот ещё перед этим, да, спросили мы, через суд или как? Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Да, и всё. Ну, что, получается, мы будем подавать исковое заявление в суд. Протокол сейчас в копии собираемся вместо происшествия, где полиция оформляла у нас. Вот. И вот я ещё с другими водителями связывался, им тоже ничего не оплатили. Машина. Для работы нужна просто… Для работы. Для работы у нас, да, развязывающий характер. Я взяла кредит, чтобы работать на машине, получается. У нас работа связана с торговлей. И у нас очень много магазинов, буквально по 20. Сейчас у меня и у Саши так же. То есть мы пешком, сейчас это… У меня нога начала болеть, я постоянно мучаюсь. Вплоть до увольнения у меня сейчас стоит вопрос, что я не могу. На машине мы как-то, ну, что Саша мне помогал, довозил меня где-то до работы, где я пешком там добегу. А сейчас это просто муки. Я плачу за кредит, извините, меня за воздух просто. 20 тысяч мы платим в месяц. И мы снимаем квартиру. Вот у меня деньги сейчас уходят. Где-то можно было где-то Сашу таксовать, а сейчас вообще денег нет. Поступать по-депутатски Эдуарду Русину не впервой. Вместе с коллегой Артемом Миняйло депутат использовал школу номер 40 как свою приемную. Так что обещание решить проблему чудом выживших, а потом бросить трубку, вполне в духе народного избранника. Остается пожелать потерпевшим успеха в суде. Вячеслав Борницкий, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Оно начнется в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Мишустин рассказал, что к приему обычных пациентов могут вернуться федеральные медицинские центры, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. Возобновить плановую медпомощь правительству поручил 1 июня Владимир Путин. При этом Минздраву было поручено сохранить резерв больничных мест на случай второй волны ковида. Больше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в этом году в связи с кризисом, вызванным пандемией. Такие данные известиям предоставили в крупных консалтинговых компаниях. 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них это представители фэшн-сегмента. Ранние известия писали о том, что ритейлеры также начали отказываться от открытия новых магазинов. По оперативным данным Минтруда Забайкальского края число безработных забайкальцев с 1 по 3 июня увеличилось на 752 человека. Об этом сообщается на официальном портале края. По состоянию на 3 июня в Забайкалье зафиксировано 16891 безработных. При этом увеличилось число забайкальцев, обратившихся за трудоустройством и получающих максимальное пособие по безработице, а также получающих доплату на несовершеннолетних детей. Губернатор Забайкалья Александр Осипов представил к награде школьницу из Сретенска Кристину Баранову за спасение пассажиров автобуса, который упал с моста на лед реки Коинга. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ученица школы номер 1 получит медаль за честь и мужество. Напомним, 1 декабря 2019 года автобус с пассажирами, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста. Тогда погибли 19 человек, 20 пострадавших были госпитализированы. 12-летняя Кристина ехала в автобусе с мамой, она сумела выбраться наружу сама, помогла матери и нескольким другим пассажирам. В пресс-службе правительства отметили, что ее действия помогли ускорить спасение пострадавших и позволили людям избежать переохлаждения. Впереди у нас небольшая реклама, мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Мастер-бургер возвращается! Безопасность начинается с тебя. МЧС России Региональный оператор «Алерон Плюс» вновь пытается экономить на удобстве и безопасности жизни забайкальцев. На первый взгляд контейнеры вывозятся, но мусорные площадки продолжают пестреть коробками, мешками и бутылками. Подробнее о теме расскажут мои коллеги. Вот эта свалка «Алерон Плюс» установил и не убирает. Забитые под завязку мусорные контейнеры для жителей многоэтажек по улице Кирова – это уже знакомый пейзаж. Добиться вывоза отходов сложно. Специалисты компании «Алерон Плюс» кажется, забыли о существовании этих домов и своим безучастием намекают жильцам – терпите. Некоторым чейтинцам повезло больше – контейнеры вывозятся, но вот кучи строительного мусора с каждым днем растут. А к ним добавляются и коммунальные отходы. И туда уже начали докидывать деревья, я не знаю, что это спилили, кто это должен этим заниматься. Понятно, что у меня из квартиры деревья выкинули. Вывозом крупногабаритных отходов обязан заниматься собственник, и кажется, что именно так и должно быть. Но и здесь имеются свои тонкости. В соответствии с законодательством, если владелец мусора не обеспечил ликвидацию КГО в течение 30 суток самостоятельно, очисткой свалки обязан заняться региональный оператор. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством РФ региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки КГО на площадку для их складирования. Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и указываются в договоре наказания и услуг по обращению с ТКО. Пункт 12. Обращение с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства РФ от 12.11.2016 номер 1156. Мусорный инцидент год назад случился и в Астраханской области. Там бездействием регионального оператора занялась прокуратура. Суд постановил, в ближайшие же дни крупногабаритные отходы следует убрать. Частью первой статьи 22 Федерального закона номер 52 установлено, что отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Однако Алерон Плюс исполнять свои полномочия не спешит. Жители данного дома воюют с отходами уже более полугода. Сначала была лишь одна беда – ямы в асфальте. И вот дорожное полотно починили, но возникла иная проблема. А вот выбоины вот эти асфальта и мусор собрали сюда в октябре 2019 года. К Новому году они не убрали. Это прошлый год был. Нынче лежит эта куча. И здесь еще мешков было много. Я лично звонила в Домооправление. И у нас многие звонили. Мне лично ответили так. Вот у нас адвокат здесь. Вы поговорите, пожалуйста, с ним. А я говорю, мы платим за уборку мусора. Вам лично. Отходы не вывозят, но присылать платежные квитанции не забывают, высасывая из пальца какие-то дивные цифры. Помнят и о бизнесе, начисляя просто колоссальные суммы. Но есть предприниматели, которые с подобным беспределом не согласны. Так, недавно в Забайкальский краевой суд с иском к региональной службе по тарифам обратились представители ООО «Славел». И победа была одержана. Суд постановил нормативы отменить. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Никоновак Николай Шенков, ЗАП-ТВ. Меж тем, с января Забайкальский край вошел в мусорную реформу. Чтобы оценить масштаб работы регионального оператора, телеканал ЗАП-ТВ запустил конкурс для тех, у кого есть квадрокоптер. Прямо сейчас напомним об условиях участия в конкурсе. КВАДРОКОПТЕР КВАДРОКОПТЕР Или походов на природу. Но и для того, чтобы показать то, что плохо видно с земли. Свалки и мини-полигоны мусора в Забайкалье не редкость. С разгула мусорной стихии совладать пытаются давно. Так есть ли толк для того, чтобы наглядно показать мусорную реформу, такой, какая она есть? Телеканал ЗАП-ТВ запускает конкурс для всех, кто может летать. Мы про квадрокоптер, конечно. Условия довольно просты. Найти свалку, снять ее с воздуха, создать простое видео, в котором вы расскажете о свалке. Где она, как давно существует, какие меры борьбы с ней предпринимались, удачно или нет. Обязательно укажите координаты свалки. Определить их довольно легко посредством смартфона. Каждую неделю по пятницам мы будем подводить промежуточные итоги. В жюри пригласим профессионального пилота дрона для оценки отснятого с воздуха материала. Актера театра, чтобы оценить ваш рассказ о свалке. И представителя Министерства природных ресурсов для оценки свалки. Будет и приз. Мощная видеокарта, чтобы победитель мог монтировать еще более крутые видео. Хотя, конечно, главная награда – это ликвидация мусорных пятен на карте края. Финальные итоги конкурса подведем в конце июня. Ваши готовые видео присылайте на почту заптв24собакойандекс.ру Хэштег конкурсных видео с Валерон Плюс. И к другим темам. С 25 мая по настоянию регионального управления Роспотребнадзора сотрудники магазинов Забайкальского края вправе отказать в обслуживании покупателям без защитной лицевой маски. Эта мера призвана остановить распространение коронавирусной инфекции на территории региона. Что, в свою очередь, делают крупные торговые сети? И какую поддержку стоит им ожидать от правительства края? Подробности в нашем следующем сюжете. Средняя численность покупателей в рядовом супермаркете составляет сейчас от 1 до 2 тысяч человек в день. Несмотря на обстановку, сложившуюся в регионе, многие забайкальцы продолжают устраивать шоппинг и делают это без средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзор разрешает предпринимателям отказывать в обслуживании клиентам, которые пришли без маски. Бизнесмены, чтобы не потерять покупателей, нашли компромисс. Бесплатно на входе стали выдавать маски и перчатки. Мы начали выдавать эти маски для того, чтобы покупатели были защищены и наши работники тоже были защищены. Конечно, для торгового центра это уже норма быть в масках. И треть покупателей, конечно, у нас без масок. Ну, приблизительно треть. То есть у нас на входе стоит сотрудник контроля, ну, сотрудник супермаркета, который дает маски бесплатно, перчатки. Ну, и говорит о индивидуальной защите. Люди не наглеют. Берут сколько нужно, столько и берут. Сейчас защиты населения на первом месте. Одноразовым маскам находят альтернативу. В одной из торговых сетей Читы покупателям, не имеющим масок, предлагают использовать защитный одноразовый барьер. Многослойную салфетку – эффект от использования тот же, что и от маски, а цена для закупок намного ниже рыночной стоимости. Если покупатель приходит в магазин без маски, мы предлагаем приобрести маску у нас на кассе, либо предложить вот такой вот барьер индивидуальный для покупателей, те, которые не могут приобрести маску, либо не хотят. Мы рекомендуем приобрести у нас бесплатные барьерные защитные маски в виде вот таких вот марлевых повязок. Ситуация с доступностью в розничной продаже лицевых одноразовых масок также стабилизировалась. А недавно краевое правительство в лице Министерства экономического развития выступило с инициативой для предпринимателя снижения их стоимости. Из резервного фонда Забайкальского края выделено 2 миллиона рублей на компенсацию затрат предпринимателей, которые согласятся сделать маски ещё доступнее для людей. Цены в городе на маски одноразовые пока ещё достаточно высокие, потому что многие предприниматели закупались в тот период, когда был пик спроса на эти маски, и цена, соответственно, была достаточно высокая. Сейчас в магазинах по-прежнему в розницу маски достаточно дорогим получаются. Цены есть и 30 рублей, и 40 рублей. Поэтому по решению губернатора Министерства экономического развития с 1 июня будет компенсировать торговым сетям, которые предоставят скидку в размере 10 рублей на защитную маску, именно компенсацию в размере 10 рублей за одну проданную маску. Министерство экономического развития продолжает оказывать помощь пострадавшему от пандемии бизнесу. За период введения карантинных мероприятий более 10 тысяч предпринимателей региона уже воспользовались такой поддержкой. Отсрочка и снижение стоимости по уплате налогов, кредиты под 0% для заработной платы и льготные кредиты под 2%. Кстати, все меры поддержки региона обсуждаются не только в кабинетах чиновников. На базе Краевого Минэкономразвития создан экспертный совет. В него входят только действующие предприниматели из разных сфер. Туризм, общепит, гостиничный сервис. Они собирают пожелания других бизнесменов и выносят это на обсуждение и вместе с зампредом региона выходят с предложениями уже на губернатора края. Виктор Соловьёв, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. На этом наш выпуск подошёл к концу. Следите за новостями на Первом Независимом, а также за погодой, ознакомиться с которой мы предлагаем прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАПТВ. Спонсоры показа – магазины Интимисими и Кальцедония. Кальцедония и её уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр «Макси». 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В пятницу в Чите будет по-прежнему переменная облачность и плюс 23 градуса днём. В ночные часы нас ожидает 8 градусов тепла. Я желаю всем прекрасных выходных. Увидимся завтра. Магазин Кальцедония Магазин Кальцедония Магазин Кальцедония Магазин Кальцедония Магазин Кальцедония